день добрый друзья привет привет дарова коль не шутишь маж сегодня уже здоровались господа минуту спокойствия я со зрителями правильно я тоже господин день добрый друзья рубрика Поясняем за продолжает свое Постепенное развитие и теперь мы На свою голову по народным Заявкам добавили сюда диалоги Так я опоздал простите Что происходит Будет их немного И суть шоу остается на том же месте Алло ты меня не слышишь что ли Тихо Васян он вроде в видение Пытается сказать Не договариваемся кто о чем А просто делимся с вами Нашими впечатлениями И с позволения сменю Константина Тростенюка и начну Да пожалуйста Флаг в руки Всем привет С одной стороны я считаю что Gamescom окончательно скатился и умер С другой у этой смерти Есть 5% шанс воскрешения В новом и очень нужном для индустрии виде Если раньше выставка Могла похвастаться хоть какими-то значимыми Релизами то сейчас это абсолютно Третьесортное зрелище И если Microsoft еще позорится А я все еще почем зря бахвалится То неожиданно разумная В последние годы Sony Молча собирает монатки И уезжает на Paris Game Week А здесь вообще не считая Должным обозначить свое присутствие Тем не менее у индустрии Сейчас активно вскрывается тот Который потанцевал Благодаря куче инструментов И положительных примеров Начинают возрождаться игры Б-класса То есть всякие Alyx, Lords of the Fallen и прочее Вполне себе жанровые вещи Среднего исполнения Но выезжающие на паре Крутых идей Или той самой Жанровости В какой-то момент Их не было совсем Но сейчас Перебирая анонсы Gamescom Я напоролся на Biomutant Immortal Unchained И еще несколько проектов Которые был бы не против обозреть Думаю Единственный шанс Для Gamescom снова стать по-своему Важным событием Это всячески стимулировать Все мыслимые анонсы Давать за это бонусы Бесплатный пиар Или еще что И тогда Все средние руки Девелоперы Будут валить на выставку А конференция Будет брать Если не качеством То количеством Кстати Вива ля Age of Empires Я не уверен Что меня бы твой вариант Убедил туда съездить Меня туда не убедит съездить Даже сама Ангела Меркель Че-то вы разнылись Как бабы Чего Бабы не ноют А берут и едут С точки зрения работы Конкретно Gamescom Выглядит как нечто Нелогичное На что жалко Тратить время и силы Просто потому что Даже если вот сейчас На презентации Вам рассказали что-то новое И ранее не анонсированное Пока вы дойдете до того Чтобы об этом поведать редакции Она соответственно Сделает материал Все это будет уже протухшим фактом Давно засмотренным на ютубе Поэтому крутых штуки Ровно две Хендзон Когда тебе дают Поиграть собственными руками И получить впечатление Ну и интервью По интересующим проектам Когда можно попытаться Выудить что-то из ряда Вон выходящее Но во втором случае Можно наткнуться на те же грабли Рассказывать сверхположенного Вам никто не будет А типа все что можно рассказать Уже поведано и есть в сети К сожалению конкретно в этом году Половина заявленных хендзон Оказалась презентациями То есть ты приходишь Думаешь сейчас вот так унешься В какую-нибудь Call of Cthulhu Или Life is Strange А тебе тупо крутят ролик С комментариями Короче я прошел игру на ютубе Обидно Зато я до сих пор Под впечатлениями От новой Call of Duty Порубилась в новый режим Война в коопе с ребятами Ну и конечно от турнира По Rainbow Six Крутая атмосфера Ребята делали адовые киллы Вытаскивали на первый взгляд Безнадежные раунды И вообще приятно было Находиться в толпе фанатов И наблюдать за столь Эффектным зрелищем Вот турниру да Турниру реально завидую Я конечно люблю путешествовать Но совмещать поездки на Е3 И на Gamescom в одном году Это слишком большой вызов Для такого старика как я Ой разнылся Как пердун дряхлый Да и вообще Единственное событие Кёльнской выставки Которая по-настоящему манила меня Это финал про лиги Rainbow Six Siege Давно хочется вживую посмотреть А все никак Ну учитывая что Ubisoft там еще полсотни Оперативников планирует добавить И тем самым растянуть Жизненный цикл игры Еще лет на пять То надеюсь Будет в дальнейшем Другая возможность Честно признаюсь Что конференции Не глядел Лишь мониторил Нашу новостную ленту Лично меня Свежие анонсы Не поразили Но я без проблем Могу понять тех Кто с интересом Поглядывает в сторону Biomutant Или Age of Empires 4 Наверное Вот для таких проектов То есть для разработок Свежеобразованных студий Или представителей Не слишком сейчас Популярных жанров Gamescom это Идеальный вариант Чтобы заявить о себе И не затеряться В тени мастодонтов Резюмируя же Можно сказать так Все прошло по плану Любопытно Но без феерии Gamescom прошел Да здравствует Gamescom Ты невнимательно слушал Я говорил Умер А не прошел Погоди Ты не говорил Что кого-то еще Слушать надо будет Я сижу себе Жду очередь Да Отлично Хоть кто-то здесь Чего-то ждет Две конференции От Microsoft И я Ничего интересного Не предоставили А главный сюрприз Подкинуло Маленькое мероприятие В честь 20-летия Age of Empires С анонсами ремейков Всех частей Демонстрацией Геймплея Definitive Edition 1 И тизером Для полноценной Новой части Четвертой Ролик который Демонстрирует Две вещи Во-первых Разработка Находится на очень Раннем этапе Раз продемонстрировать Смогли только Двигающиеся 2D картинки А во-вторых Делает игру Студия Relic Что В целом Вселяет оптимизм Но вот Сможет ли она В классический RTS геймплей Да и будет ли он Там Пока неизвестно В остальном Анонсы Или совсем Тусклые Или не вселяющие Много надежд Тот же Biomutant Выглядит Интригующе Но денег Создателям Прям очень Не хватает Это видно Надеялся Что хоть Авторы Новой игры Проктулху Замутят Свежий Тематический Трейлер Но Тоже мимо Ну давай Расскажи мне Про разрушенные Надежды Это была Давняя Давняя История Люди Надеялись Что война Когда-нибудь Изменится Но скоро Их надежды Да я Это Метафорически Как бы Прямо Перед Gamescom Crystal Dynamics Запостила В инстаграме Фотку Лары С цитатой Лара Которая Смотрит В будущее И естественным Образом Они заставили Фанатов Ожидать Какого-то Тизера Либо Новой Игры Которая По слухам Называется Shadow Of The Tomb Raider И проходит В Центральной Америке Либо Экранизации С Алиси Викандер В главной Роли Ведь съемки Уже Несколько Месяцев Назад Закончились Но Фиг Там Плавал Нам Просто Сказали Что В Rise Of The Tomb Raider На Xbox One X Графениум Будет Такой же Как На Максималках В ПК Версии В чем Я Кстати Очень Сильно Сомневаюсь Остается Ждать Только Следующей Крупной Выставки Какая Там На Очереди Можете Не Отвечать Что ж Мое Желание Прикоснуться К истории И полазить По древним Постройкам Может Удовлетворить И Assassin's Creed Origins Которая Своими Масштабами Реально Поражает Воображение Вы Видели Не Вы Видели Это Блин Там Целый Египет Воссоздали Со Всеми Значимыми Храмами Комплексами Построек Пирамидами В конце Концов Еще И небось Дворец Клеопатры Будет Не Затонувшим В Александрии И Везде Можно Будет Побегать Полазать Потыкаться Отыскать Какие-то Клады Сокровищницы Вот Это Прям Невероятно Круто Ну и Сеттинг В котором Будет Проходить Игра Древний Египет Полезен Не Только Серии Ассасинов Но И Игровой Индустрии Которая Впускала На эти Земли Исключительно Искателей Артефактов В современном Времени Ну и Разумеется Исторические Моменты Восхождение Клеопатры Визит Цезаря Обещают Что и Птолемей Будет Боевая Система Не самая Моя Любимая Плюс Всплывающие Циферки Со значением Урона Напоминают Какую-то ММО Но Скорее Всего Эту Дрянь Можно Будет Отключить В настройках Так что Я доволен В остальном Ощущение Что Майкрософт Приняла Антихайп И привезла Свою коробку С ведущими Тупо Поугарать Над своими же Продуктами Разукрашенными В 500 тысяч Расцветок Очень хотелось Увидеть Что-то новое Из Need for Speed Payback Показало ли Что-то Электроник Артс И да и нет Авторы Не поленились Снять крутую Погоню С BMW M5 А потом Выгнать ее На сцену Но Это все Что мы узнали И на батлу А че делать Если у меня Не получается Никакой нормальной Подводки Погодите Тут че Не только слушать Надо Но еще Подводки Себе сочинять Кунгуров Ты во что Меня втянул Это хуже Чем в поликлинику Ходить О Спасибо Макс А? Три года подряд Я мотался На геймском В роли журналиста И это Всегда была Таящая суматоха Плотное расписание Интервью Хендзоны Съемки Жарко Потно Никакой нормальной Жратвы Мало сна И так Несколько дней И несмотря на то Что ты вроде бы В центре событий Множество анонсов Все равно Проходит мимо тебя А потому Было чертовски Приятно Остаться на этот раз Дома И посмотреть На выставку Через монитор Хотя с анонсами В Кельне С каждым годом Все хуже и хуже Издатели Все меньше Внимания Уделяют Зрелищным конференциям Отдавая предпочтение Е3 И просто Привозят свои Стенды Причем В большинстве Своем С уже Выпущенными Играми Однако На одну Компанию Я возлагал Определенные Надежды Речь Разумеется Про Майкрософт Которая Уже 7 ноября Выкатит На полки Магазинов Мощнейшую В мире Консоль И мне Казалось Что Геймс Ком Это Последнее Масштабное Событие Для Толковой Рекламы Иксбокс 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 И обсуждали Внешний вид Геймпадов Да Майнкрафт В 4К При этом Судя по полученной Информации Новая Консоль Расходится Быстрее Чем Любая Другая Из линейки Баксов Хотя Конкретных Цифр Никто Не Называет И для Меня Это Удивительно С учетом Цены В 500 Долларов Отсутствие Эксклюзивов И внятного Промоушена Но Появление Толкового Конкурента На рынке Явно Не Помешает А то Сони Начала Расслабляться Хотя Все равно В ноябре Лучше Наконец-то Возьму Се Плейстейшн 4 Про Которая Наверняка С появлением Икса Еще Чутка Упадет В цене А на Геймском И в следующем Году Не поеду Димон Пора мне Уже На Е3 Наконец-то Смотаться Блин А я Теперь Как Главред Могу Назначать Испытание Поединком Нет Это было смешно Три сезона Назад Теперь Уже Не Можешь Тогда Решение Откладывается До тех пор Пока Не появится Подходящих Мемов Если Поездка На Е3 Подразумевает Собой Усложненную Версию Геймском То Я Пас Я В первый раз За 4 года Не поехал Туда И Горжусь И Осознал Что Для рядового Геймера Который Наблюдает За этим Событием Лишь С экрана Своего Монитора Эта Выставка Потеряла Всякий Вес Никаких Громких И Значимых Анонсов Отсутствие Новых Роликов С Игровым Процессом А про Конференции Я Вообще Молчу Во-первых Их Почти Нету А во-вторых Даже Те что Есть Это Вообще Е3 На Минималках Кроме Майков У тех Даже Минималки Не тянет Помнится В 2014 Году Был И повторный Анонс Антил Доун И ПТ Наш Сайлент Хил И еще Всякое Калибром Поменьше А тут Разве Что 3-4 Стратегии И Биомьютант Короче Геймском Теперь Делается Для того Чтобы Европейская Пресса И игроки Могли Ознакомиться С презентациями Будущих Игр Но не для Того Чтобы Громко О чем-то Заявить Хотя Даже Не грустно Из-за Эта Че Все Все Разошлись Отлично Я как раз Пятую Докурил Прозвучу Предсказуемо Но Выставку Стоило Ждать И держать Клешни На пульсе Хотя бы Даже Ради Нового Синематика И 4К Геймплея Assassin's Creed Origins Трейлер Выдался В лучших Традициях Масштабный Яркий Изобретательный В своем Содержании И под Роскошную Музыку А футажи С игровым Процессом Свели На нет Опасения Что Крен В сторону РПГ Превратит Открытый Мир В коридор С непобедимыми Врагами Хай-левелами И слишком Сложными Заданиями Вместо Стен Враги Любого Уровня Прекрасно Ассессинируются Плюс Ко всему Сюжетные Приключения Обещают Быть Куда Более Продолжительными И размашистыми Но от Истории С Клеопатрой Юлием Цезарем На главных Ролях Меньшего И ждать Гришно Так О чем Бишь По большому счету Согласен С Васей Получилась Этакая Е3 На минималках И то С натяжкой Практически Каждый Состоявшийся Анонс Лучше всего Характеризуется Эпитетом Вялый Включая Age of Empires 4 С невнятным Тизером С каким Обычно Анонсируют Браузерки Или мобилки Чего стоит Тот же Тайкун Jurassic World Evolution С пререндер Трейлером Динозавры В котором Выглядят В разы Мультяшнее И глупее Чем в фильме 25-летней давности По мне Так и вовсе Самый любопытный Дебют Состоялся Где-то В тенечке Мимо Помпы И конференций Это Который Тюремный Хоррор Инмейтс На Unreal Engine 4 В остальном Же все Тоскливенько А ну и Shadow of War Свежими кадрами Порадовало Теперь Точно Все Продолжение следует...